Здарова, братцы! С вами снова я, Киносюжеты, и на все вопросы есть ответы. Сегодня я вам расскажу о великолепной картине под названием «Сумерки». Вернее, о том, что не вошло в официальную версию фильма, о тех сценах, которые остались за кулисами, о скрытом смысле, который возможно понять только тем, кто умеет читать между строк. А для всех остальных есть киносюжеты, которые вам откроют глаза. Погнали! Фильм начинается с монолога «Галандриэль», в котором она размышляет о жизни и смерти, и о том, что она должна любым способом стать самой богатой и самой известной дамой, при этом вызвав зависть у своих сверстниц. Эта мысль становится определяющей суть ее дальнейших поступков. Галандриэль – 17-летняя девушка, валит из солнечной Аризоны и отправляется жить в небольшой городок. Форкс к своему папашке, Саруману, это шериф города. Сделала она это потому, что ей не зашел... Блядь, пофиг. Новый хахаль ее мамаше Арвин. Галандриэль предпочитает найти себе богатого и крутого парня, а в Форксе такие как раз имеются. Плюс у бате можно жить и питаться на халяву. Саруман во всем пытается угодить своей хитрожопой дочурке, не зная, что из маленькой и безобидной когда-то девочки выросла настоящая змея подколодная – Кобра. В новой школе Галандриэль быстро находит друзей, привлекая их внимание своей задницей и передницей. Она начинает красиво тусоваться и искать себе крутого парня, но среди малолеток таких пока найти не удается. Ребята, короче, из-за этой сцены Ютуб постоянно видит нарушение авторских прав, поэтому я решил ее таким образом. Так, давайте без негатива. Делаю реально, что могу. Реально, для вас стараюсь. Я расскажу, ничего не упустив. Ну, короче. А, о, блин. Да, я. Что такое? Сегодня не смогу пойти, у меня дело срочно. Ну, давай потом поговорим. Мне сейчас пересказ в фильме. Чего еще там? Итак, прошу прощения. На чем мы там остановились сейчас? А, вскоре Галандриэль замечает необычных студентов. Семью Бэггинсонов. Фродо, Легулас, Лобелли, Роуз и Бильба. Они круто зашли в столовку и вообще выглядели как мажоры. Они всегда тусуются вместе и не общаются с обычной челядью. И вот, наша вертихвостка Галандриэль решила развести Фродо. Но их первая встреча на уроке биологии складывается странно. Фродо учуял, как от нее разила потом из подмышек и убежал, когда Галандриэль просекла, что не так, то купила себе шариковый дезик и побрила подмышки. Но Фродо внезапно пропадает из школы на несколько дней, а когда возвращается, ведет себя уже более дружелюбно, так как Галандриэль больше не смердит потом. Однажды эта сучка решила вывести Фродо на эмоции и проверить, насколько он настоящий мужик. Она заранее добазарилась дурином, чтобы тот замутил подставу. И вот тот на парковке чуть не сбивает ее машины, немного не рассчитав маневр. Но как и предполагалось, в последний момент Фродо взлетает как мышь летучая и спасает Галандриэль, проявив при этом нечеловеческую силу и скорость. Все, красавчик у нее в кармане, но она никак не может курить, как он смог так быстро переместиться на несколько метров и остановил машину Дурина голыми руками. Фродо просит ее не рассказывать никому о случившемся, а взамен обещает оплатить ее расходы на маникюр, педикюр и лазерную депиляцию. Интерес к разводному Фродо у Галандриэль теперь зашкаливает. Но очень скоро наша вертихвостка начинает замечать минусы в своем новом гривачосе Фродо. У него меняется цвет глаз, он не выходит на солнце, не дарит цветы, не курит электронку и не разрешает пить пиво. Галандриэль начинает исследовать старые легенды и, встречаясь с ее тайным поклонником, цыганом Хельмом Молоторуким, узнает от него о холодных, которые все цыгане считают вампирами. Он рассказывает, что их барон передал легенду, которую услышал от своего отца, который услышал легенду от своего отца, который также услышал легенду от своего отца, и тот отец услышал легенду от своего отца, который услышал легенду от отца. Легенда о существовании бессмертных, питающихся кровью, которые когда-то были замечены в этих местах. Галандриэль пораскинула мозгами и доперла, что Фродо это и есть вампир. И вот, оставшись с ним наедине, она заявляет, что знает, кто он такой. Фродо, видя, что Галандриэль не отступит, подтверждает ее догадки и раскрывает свою тайну. Он объясняет, что хотя и является вампиром, не пьет человеческую кровь, а только кровь домашнего поросенка, и вместе со своей семьей придерживается особых убеждений. Фродо признается, что его привлекает запах крови Галандриэль во время месячных. Тем не менее, между ними вспыхивают сильные чувства, и Галандриэль, несмотря на всю опасность, настаивает на том, что хочет быть с ним, не боясь его сущности. Галандриэль и Фродо начинают встречаться, и вскоре он приглашает ее на хату, чтобы познакомить с семьей. Симпсоны вахери от Галандриэль. Лабеллия обеспокоена тем, что новая телка Фродо может сдать властям их тайник с травой, но ему пофиг, и он раскрывает Галандриэль все семейные тайны. Глава семьи Гомер работает врачом и основал семейный клан, желая дать Беннингсовым второй шанс на осмысленную и мирную жизнь. Его жена Саурон заботлива и приняла всех детей как своих. Вскоре приспособленка Галандриэль начинает чувствовать себя как дома, а у Фродо уже вовсю машут крылышками бабочки в животе. Но он предупреждает Галандриэль, что однажды может сожрать ее, но та убеждена, что готова к этому риску. Они тусуются вместе, и однажды Фродо показывает ей свою настоящую внешность при солнечном свете. Его кожа блестит, как яйца у кота. Они посещают бейсбольный матч Беннингсонов, который играется в грозу из-за невероятной силы ударов. Во время игры появляются три чужих вампира Теоден, Тингол и Трандуил. В отличие от Симпсонов, они питаются человеческой кровью и не придерживаются мирных правил. Теоден, обладающий инстинктом следопыта, моментально чувствует Галандриэль и решает, что она станет его добычей. Он считает охоту на нее особенно увлекательной, ведь она находится под защитой другой вампирской семьи. Понимая, что Галандриэль в опасности, Беннингсоновы составляют план, чтобы сбить Теодена со следа. Они увозят подругу из города и отвозят ее в Феникс, штат Аризона, где она должна спрятаться в отеле, пока Том и его братья пытаются остановить Монтану. Теоден, обладая инстинктом следопыта, обнаруживает, где находится Галандриэль и предлагает ей взятку за решение вопроса. Он заманивает ее в заброшенную студию танцев, где проводит с ней воспитательную беседу о том, что взятки брать нехорошо. Затем Теоден ломает ей клешню и снимает все для ТикТока, чтобы словить больше хайпа. Войдя во вкус, быть квадробером, Теоден кусает Галандриэль за руку, вводя в ее кровь яд, который начинает ее убивать, превращая в вампира. В этот момент Фродо и его семья, и Теоден, вступают в драку. Последний погибает, но Галандриэль на грани смерти. Яд вампира начинает стремительно распространяться, и Фродо понимает, что единственный способ спасти ее, это высосать яд из раны, не выпив ее кровь до конца. С огромным усилием он вытягивает яд, останавливаясь в последний момент, чтобы не убить Галандриэль. Вот что такое профессиональный отсос. А она приходит в себя уже в больнице. Отец и друзья верят, что Галандриэль получила травмы по пьяни. Ее отпускают из больницы, и вскоре Фродо приглашает ее на малину. На выпускном Галандриэль снова пытается развести его и просит бабки на новую машину. Но тот уже знает все хитрости и не спешит давать положительный ответ. Финальная сцена показывает, как Галандриэль и Фродо танцуют, наслаждаясь моментом. Однако издалека за ними наблюдает Памела, жена Фродо, которая на третьем месяце беременности от соседа подача Ридика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин